Одобренный обеими палатами американского конгресса без обсуждения и надлежащего голосования закон о поддержке свободы на Украине, не может не вызывать глубокого сожаления своим откровенно конфронтационным характером. В очередной раз в Вашингтоне выдвигают против России безосновательные огульные обвинения и грозят нам новыми санкциями. При этом мешают в кучу украинские и сирийские конфликты, к раздуванию которых Соединенные Штаты приложили руку, и даже договор о ракетах средней и меньшей дальности, соблюдение которого Вашингтоном, мягко говоря, вызывает вопросы. Одновременно обещают киевским властям оружие для продолжения силовой операции в Донбассе и откровенно заявляют о намерении использовать неправительственные организации для влияния на внутриполитические процессы. Серьезные вызовы международной безопасности, казалось бы, требуют объединения усилий России и США. Между тем, американские законодатели вслед за администрацией Барака Обамы усердствуют в разрушении каркаса взаимодействия. Под двусторонние отношения подводится мощная мина, которая сопоставима с пресловутой поправкой Джексона Вейника, которая была принята в 1974 году и несколько десятилетий мешала сотрудничеству. Складывается впечатление, что в Вашингтоне, где никак не могут отказаться от застарелых фобий, вознамерились повернуть время вспять. Членам Конгресса США пора бы оставить иллюзии насчет действенности, подогреваемой ими санкционной кампанией против России. На шантаж мы не поддадимся, национальными интересами не поступимся, вмешательства в наши внутренние дела не допустим.